Уважаемый президент Путин, уважаемый президент Макрон, уважаемый премьер-министр Синдзябы, уважаемые госпожа директора-спортизера Кристин Лагард, там господа, очень рад присутствовать на 22-м БМВ. Уверена, что наша совместная дискуссия над тем, создавая экономику доверия, даст немало полезных размышлений над реальностью и тарелким будущим современного мира. В наше время бурно нарастают тенденции мира развития открытости и сотрудничества, инновации и реформы, сопровождающиеся надеждой и в то же время вызовами, которые председатель Си Цзиньпин назвал невиданными за последние старети. Ни одна страна не может в одиночку справиться с имеющимися вызовами, чбанится или только заботится о себе, заведомо обречена на неудачу. Мировая экономика, хотя в целом, встала в русло восстановления, но насколько это будет устойчиво, богатрудно предположить. В этих условиях один из эффективных средств раскрытия потенциала ковыбаренного роста представляет собой создание между бизнесом, рынком и государством экономику доверия на основе равноправия, взаимодоверия, взаимовыкаты, толерантности и добросовестности. Согласно теории сделок, люди торгуют, сотрудничают и тружат, чтобы наравне получить прибыли. Тренд достижения такой цели невозможно без доверия. Нормы современных международных отношений учат, и когда страны живут мирно, когда они вместе продрывают временные сложности, в основе сотрудничества лежит доверие. Чтобы создать доверие, нужно знать и понимать друг друга. Каждая страна имеет в своей собственной реалии свою уникальную историю и культуру. Доверие друг к другу возникнет только тогда, когда понимают не только себя самого, но и друг друга. Понимают при этом не только в современном, но и историческом измерении, что крайне важно для обозрения на будущее. Чтобы создать доверие, необходимо уважать друг друга. Только равноправные консолидации и взаимного выгода приносят процветание и стабильность экономики. Оконяться только за своими национальными интересами влечет за собой противооболожные последствия. Паритизация экономических вопросов, размахивание санкционной дубинкой, Бессловно, будут крайне негативно влиять на предсказуемости рынка. Чтобы создать доверие, нужно обнаружить и решить свои проблемы. Доверие и уважение всегда заслуживают людей, кто достойно справляется со своими задачами. У каждого свои проблемы, к которым нужно проходить реалистично и с помощью аргументов, выяснить истинную причину в пользу нахождения развязок. Ни в коем случае нельзя допустить переложение ответственности на других. Чтобы создать доверие, надо быть уверены в себе. Способность познать себя дает уверенность в себе. Уверенность в себе позволяет доверять другим и заручиться доверим других. Уверенность в себе, основанная на трезвом познавании, приводит к уверенности в собственном будде. Уверенность в себе ведет к расширению кругозора и адекватной оценке влияния времени, помогает преодолеть боязни, сомнения и самонадеянности. Стимулирует открытое сотрудничество в имя совместного развития. Создавая экономику доверия, правительства разных стран должны укреплять взаимодоверие, активизировать сотрудничество в интересах решения актуаренных проблем мирового сообщества, предоставить бизнес, обществу, народу четко установленные политико-институциональные условия, формировать прочную базу для устойчивого развития мировой экономики. Среди дескнов взаимодействовать друг с другом, вести поиск пути к будущим посредствам реформы экономической структуры и новостанового развития. Важно не упустить возможности грядущей научно-технической индустриарной революции, наращивать новые драйверы роста мировой экономики. Необходимо идти в ногу с экономической карборизацией, вместе делиться возможностями и выкатами, учитывать взаимные интересы, урегулировать торговые споры в дём консолидации, совша бороться против протекционизма. Нам нужно также отстаивать многосторонний подход, поддержать устойчивый порядок мировой экономики. Прежде всего, авторитет режима многосторонней торговли, общими усилиями совершенствовать систему глобаренного экономического управления в контексте складывающейся новой архитектоники мировой экономики. Дамы и господа, друзья, Беред после 18-го съезда Компартии Китая значительно выраст авторитет её центрального комитета, ядром которого является товарищи Сидимпинь. Всё укрепляется поддержка спрошённости народа, что служит надёжной политической каранде реализации стратегических планов с наступлением новой эпохи социализма с китайской спецификой. Мы будем руководствоваться концепцией развития, ориентированной на человека, всеми силами продвигать комплексное строительство в экономике, политике, культуре, обществе и экологии. Путём углубления реформы и расширения открытости устранять неравномерности и неполноту в развитии. Сражаться за реализацию китайской мечты по великому возрождению китайской нации. Китай будет неуклонно претворять в жизни стратегию внешней открытости на основе взаимовыгоды. Недавно с трибуны Буавского форума председатель Сидимпинь заявил о целом ряде новых серьёзных шагов по расширению открытости. Предражаю всем странам мира участвовать в развитии китайской экономики и териться возможностями на рынке Китая. Один бойц и один путь – это новая площадка международного сотрудничества, инициированная Китаем. Мы готовы со всеми к совместному обсуждению строительства и пользованию плодами с тем, чтобы передавать дополнительные имбрисы совместное развитие планеты. Дамы и господа, друзья, как один из конструктивных участников колобарного экономического правления, Россия занимает высокое положение мировой экономики. Китай высоко ценит восхищающие результаты социально-экономического развития, достигнутые под руководством президента Будина. Без всякого сомнения, так успешно и будут выполнены задачи развития России, на последующие шесть лет. В эти годы все глубже и насыщеннее становится торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Россией. Доварооборот приобретается к 100 миллиардам долларов. Сумма реализуемых 73 крупных проектов сотрудничества превышает 100 миллиардов долларов. Мы настроены на тот дальнейший укрепление многопланового сотрудничества с российскими партнерами, развивать отношения всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства, духе равноправия, доверительности, взамен поддержки и многовековой дружбы. В этом году отмечается 315 рейд основания города Санкт-Петербурга. Хотел бы сердечно поздравить петербуржцев и пожелать бонных успехов этого форума. Благодарю за внимание. Я закончил свое выступление в течение 7 минут. Это мое обещание президенту Владимиру Бутину завтра, вчера. Его доверие ко мне очень важное. Поэтому я обязательно выполню свое обещание в течение 77 минут.